МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Депутаты готовятся к апрельской сессии. Всем нам делать вместе добрые дела. Очередное заседание общественного совета. Это место, откуда стартует ракета. Школьники ответили на вопросы викторины. А теперь об этих и других событиях подробнее. Начальник УМВД по Смоленской области Михаил Скоков направлен на Северный Кавказ. Приказом президента 12 апреля он назначен министром внутренних дел Северной Осетии. Смоленскую полицию Михаил Иванович возглавлял с декабря 2012 года. Капсулу со смоленской землей отправят в Ставрополь. К 71-й годовщине Великой Победы там появится аллея 13 городов-героев. И будут заложены капсулы, содержащие землю из мест боевой славы. До момента закладки аллеи капсулы хранятся в музее память краевого центра. На плановом оперативном совещании глава администрации Вячеслав Сидунков подвел итоги минувшей недели и определил задачи на текущую. Месячник по санитарной очистке города идет полным ходом. Некоторые организации уже справились с необходимым объемом работ и убрали закрепленные территории. Администрация Тесногорска приглашает жителей присоединиться к этому благому делу. По вопросам участия необходимо обращаться в свои ЖЭУ. В пяти домах нашего города продолжается капитальный ремонт. Команда второй школы выступит на традиционных соревнованиях «Безопасное колесо». Работники культуры готовят памятные мероприятия, посвященные 30-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС. 13 апреля на Смоленщину с рабочим визитом прибыла министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Она встретится с участниками пятого съезда Национальной медицинской палаты, который проходит в областном центре, а также с врачебным сообществом региона. Подробности смотрите в наших следующих выпусках. 11 апреля стартовал областной конкурс «Учитель года». За звание лучшего будут бороться 16 педагогов из 10 районов Смоленщины. Среди них и учитель русского языка и литературы из Десногорска Юлия Михеева. Впервые в этом году почти все конкурсные испытания будут транслироваться в режиме онлайн. В понедельник состоялось совместное заседание депутатских комиссий по социальным вопросам, вопросам законности, правопорядка и защиты прав граждан, мандатной и по депутатской этике. Какие рассматривались вопросы и сколько вынесено на сессию, смотрите в нашем сюжете. Депутаты обсудили четыре вопроса, включая разные. Все они касались жизни нашего города. Сразу же был принят проект решения о внесении изменений в регламент Десногорского городского совета. Затем детально проработали вопрос о конкурсе по отбору кандидатов на должность главы нашего муниципального образования. В конкурсную комиссию от горсовета предложено направить депутатов Гайдычука, Дурманова и Терлецкого. От граждан, изъявивших желание принять участие в конкурсе, заявление планируют принимать с 14 по 28 апреля. Условия конкурса разработаны в соответствии с законом о выборах в Российской Федерации. Также члены комиссии поддержали обращение руководства пожарной части о награждении сотрудников благодарственными письмами к профессиональному празднику. Все эти вопросы будут вынестины на слушание, а затем и на апрельскую сессию, где депутаты примут окончательные решения. За минувшие сутки в области обнаружены и изъяты три фальшивые купюры, две из них тысячные и одна пятитысячная. В полиции напоминают, что фальшивые деньги, которые выявляются на территории региона, изготовлены с очень высоким качеством. Уважаемые десногорцы, будьте внимательны. Специалисты пожарно-спасательного центра изъяли в Ельне пять ручных гранат, а в деревне Богданово Рославского района еще три штуки. Напоминаем, что при обнаружении взрывоопасных предметов их нельзя перемещать, разбирать, бросать в костер или сдавать в металлолом. Необходимо сразу же об опасной находке сообщить по телефону 1-12. В 2014 году в нашем городе был организован общественный совет. В него вошли люди разных профессий – представители трудовых коллективов и общественных организаций Десногорска. Все эти годы они совместными усилиями решают различные проблемы. 12 апреля состоялось очередное заседание. Подробности в нашем сюжете. Общественные советы созданы во всех городах нашего региона. Они являются составной частью общественной палаты Смоленской области. В этом заседании приняла участие куратор нашего городского общественного совета Раиса Чебиряк. Она в своем выступлении дала оценку работе десногорцев. Какого совета работоспособного, дееспособного, то один из самых лучших. В повестке дня были четыре вопроса. Они касались подведения итогов по резолюции предыдущих круглых столов. Круглый стол – это одна из основных форм работы общественного совета, которая была введена в этом году. В прошлом году на нашем общественном совете основная форма работы – это было проведение расширенных заседаний общественного совета с привлечением органов исполнительной власти в лице начальников отделов, начальников департаментов по возникающим вопросам от населения. В основном это были вопросы социального характера. В совет входят представители девяти общественных организаций Десногорска. На заседаниях рассматривают обращения от населения города, разрабатывают предложения для решения проблем, которые затем передаются в органы местного самоуправления. Это один из институтов общественного взаимодействия с органами власти. То есть население посредством общественного совета может доносить свои проблемы до органов местного самоуправления. Так как заседание состоялось в преддверии 71-й годовщины Великой Победы, участники общественного круглого стола возложили цветы на кургане славы и посетили музей поискового движения нашего города. Ежегодно 13 апреля в России отмечают День мецената и благотворителя. Основное торжество, посвященное празднику, проходит в Санкт-Петербурге в музее «Эрмитаж». Как правило, это презентации благотворительных проектов в сферах культуры, науки, образования и здравоохранения. Первый такой праздник состоялся в 2005 году. 12 апреля свой очередной день рождения отметил ветеран Великой Отечественной войны, житель Десногорска, кавалер трех орденов Красной Звезды Николай Степаненко. С 96-летием его поздравили представители общественности и администрации города, пожелали здоровья и благополучия дорогому земляку. 55 лет назад, 12 апреля 1961 года, произошло историческое событие, всколохнувшее без преувеличения весь мир. Смоленский паренек Юрий Гагарин стал первым человеком, побывавшим в космосе. Этот юбилей и День космонавтики широко отмечали в нашем городе. В учреждениях образования и культуры прошло много мероприятий. Сегодня мы расскажем о космической викторине для четвероклассников третьей школы. В викторине к звездным далям участвовали три команды четвертых классов – «Метеор», «Сатурн», «Пионеры». Члены жюри внимательно следили за ответами ребят и оценивали их знания. Всего было восемь конкурсов, с которыми команды успешно справились. Талантливые ребята в нашей школе. Вы, наверное, сегодня видели, как мы с четвертыми классами работали, какие дети умные, просто восхищение. Мы гордимся ими, что у нас такие дети, такое хорошее поколение растет. 36 баллов и третье место у команды «Пионеры». На втором с 42 баллами «Сатурн». У победителей команды «Метеор» 44 балла. Команды награждены грамотами, все участники получили сладкие призы. Отметим, что к 55-летию полета человека в космос в третьей школе прошло много мероприятий. Радиолинейка. В каждом классе урок Гагарина. Конкурсы сочинений, стихов, рисунков. Лучшие работы школьников направлены на городской конкурс. Ветслужба сообщает, что ранняя весна и положительная температура на улице создали благоприятные условия для развития клещей. Поэтому домашних животных после прогулки надо обязательно осматривать и собирать обнаруженных клещей вручную. Если обнаружили клеща и заметили, что поведение животного изменилось, срочно обращайтесь в ветеринарную клинику. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru Спасибо за внимание. До свидания.